Нижегородские волейболисты не сдают лидирующие позиции. Накануне прошла очередная встреча пятого тура выше Лиги Б зоны Восток. На площадке встретились команды Магнитка Университета и Нижегородская АСК. С каким счетом закончился поединок и кто станет следующим соперником наших волейболистов? Напомню, АСК это новая волейбольная команда Нижнего Новгорода. Анна Гагарина следила за игрой. Такая поддержка и не снилась многим командам. Игра с Магниткой Университет, хоть и не была решающей для Нижегородской АСК, собрала на трибунах немало любителей волейбола. Смотрим каждую игру, не пропускали ни одной игры. Мы болеем за них, потому что ребята молодые, у них перспектива впереди. Я думаю, они в определенных высот добьются. Мы втроем поддерживаем нашего папу. Он помощник тренера нашей команды. Первая партия расшевелила трибуны. Было заметно волнение обоих составов. Для команды АСК это первая игра на домашнем паркете. Составы шли почти вровень до последних минут, когда соперники начали ошибаться раз за разом, то не добрасывая до сетки, то наоборот, слишком прикладываясь к мячу. С перевесом в два очка АСК выигрывает партию. Первая игра сезона. При болельщиках домашних. Всегда так. Мандраж. Небольшой мандраж. Кто помоложе, не сразу справились с этим. Кто постарше, тех попроще. Это прошло все. Следующая партия закончилась с минимальными изменениями. Соперникам не удалось сохранить накал 25-19. Партия закончилась в пользу нижегородцев. Не дали спуска сопернику нижегородские волейболисты после таймаута 25-17. И со счетом 3-0 АСК празднует победу в этой встрече. А главный тренер соперников Алексей Андреев объясняет проигрыш своей команды сильным тренерским составом нижегородцев. Тренерский состав Нижнего Новгорода. Они все время на шаг впереди находятся. Я не знаю, что у них там, какая связь между ними происходит, между игроками и тренерами. Но они всегда на шаг впереди. Игорь Шулепов, тренер Нижегородцев, к победе своих подопечных отнесся критично. Мол, молодцы, но могут и лучше. Все-таки у нас с «Магниткой» достаточно все игры получаются очень серьезные. В накале где-то именно все решалось в концовках до нашего тура. Сегодня, я думаю, что может быть чуть-чуть наш зал сыграл, скажем так, свои стены помогли немного. Показать свои скрытые возможности болельщикам команда АСК сможет уже сегодня. Нашим игрокам предстоит встреча с клубом «Ханты-Мансийска» ЮКИОР. Пока же нижегородцы лидируют в турнирной таблице с 57 очками. Анна Гагарина, Артем Белоногов, Марина Иконникова. Вести при Волжье.